Чемпионат КХЛ Страшный ноябрь для других. Напряжение в Санкт-Петербурге, Вольту и не снилось. Бонусом в программу непобедимый автомобилист и Спартак, рвущийся на вторую строчку чемпионата. Денек что надо. Жмем педаль в пол и летим смотреть обзор. Эти ребята точно знали, как побеждать. Трехматчевая серия Салвата Юлаева с шестью очками была словно башкирский мед для местных болельщиков. Уфа свежа, Уфа смела, Уфа воинственна, как и ее национальный герой, бросаясь в преследование лидеров Востока. Металлург, максимально результативно прокатившись по Дальнему Востоку, дома неожиданно проиграл 0-4 трактору, но сумел быстро реабилитироваться в Тольятти, зайдя в улитную серию. В ней нападающий Андрей Козлов побил рекорд Евгения Малкина и обрел новый стимул расти на склонах ММК. Два соперника в отличном тонусе и наполненные исторически. Это ли не матч дня? Смотрим и ждем, чью же руку поднимут после финального гонга. Что ж, давайте наконец начнем. Салават Юлаев против Металлурга, стартовые вратари Александр Самонов и Александр Смолин соответственно. И пожалуй именно голкипер гостей в этом матче уже в первой смене Салавата Юлаева мог вступить в игру вот здесь, но до ворот шайба так и не дошла. А вот здесь все-таки дошла. Был прекрасный шанс у Владислава Ефремова к тому, чтобы открыть счет в этом матче. Шайба скакала по льду, было сложно по ней попасть, но выжил максимум, пожалуй, центральной нападающей команды из Уфы. А далее было удаление, удаление Сулыгина и гости едва не забили. Гляньте, какой классный бросок получился у Никиты Михайлиса. С какой силой он швырнул шайбу в сторону ворот, но все-таки попал в каркас. Следом еще одна атака Салавата Юлаева и это уже Алалыкин. Здорово катил к воротам, Горшков добивал, но на тот момент счет так и не изменился. А здесь все-таки Александр Хмелевский своего добился. Прекрасной реализации выхода 1 на 1 и 1-0 хозяева льда смогли повезти примерно на 11-й минуте первого периода. Скорость по прямой у него была здесь великолепной и затем низом в домик вратарю шайбу направил. Это 1-0. Хмелевский забивает свой уже 12-й гол в этом регулярном чемпионате. Тут же пас направо и еще одна шайба могла оказаться в воротах команды из Магнитогорска. Это роскошный отбор Данила Алалыкина, пас направо, обрасал Пименов, но в этом моменте Смолин свою команду действительно выручил. Однако проблемы у Фимца в первом периоде все-таки хватало. Вот здесь было еще одно удаление. Защитника за подножку на серос им стал Александр Комаров, который сфалил на Окользине. И Магнитка это команда, которая имеет достаточно мастеров, чтобы забить в большинстве. Здесь это гости показали в очередной раз. Роман Канцеров поражает чужие ворота и делает это именно в формате 5 на 4. Причем отметим, что прежде чем шайба оказалась в воротах, ее несколько раз героически блокировали игроки Салавата Юлаева. И прежде всего это касается защитника Василевского. Вот здесь именно ему в лицо шайба попала, а вот вторым броском Канцером все-таки забил. Далее Салават Юлаев пытается отличиться, и это получается у Ярослава Цулыгина, который по сути исправился за свое удаление в начале матча, и вот теперь его команда впереди 2-1. Очень своевременный бросок, но не без доли везения, потому что сначала попала шайба в коне Окользину, а уже затем влетела в ворота. Второй период в хоккее это по традиции едва ли не самый главный отрезок матча. И Волфимцы провели, кстати, весьма событийно, но поначалу они оборонялись, играя в меньшинстве. И вы гляньте, как красиво гости все разыграли, довели дело до броска, но все-таки не забили, а вот уже после в основном атаковала команда Виктора Козлова. Одна атака за другую, несколько довольно опасных бросков, причем это все были атаки именно позиционные. Но затем возникла проблема, это удаление Михаила Науменкова за выброс шайбы за пределы площадки. Вот так все это было, судьи рассмотрели момент и в итоге выпусали защитнику Салаваты Юлаева 2 минуты штрафа. И Металлург в этом матче уже показал, что команда умеет забивать, играя 5 на 4. И на сей раз это делает Робин Пресс-защитник, но при этом лучший бомбардир своей команды. В его активе уже 17 очков по итогам прошедших матчей. Довели шайбы до защитника и Швед затем с весьма близкой к слову дистанции попал великолепно. 2-2. Счет снова равный. Далее еще одно заметное событие, конкретно удаление на 5 минут Дмитрия Силантьева за атаку в область головы и шеи. Так что это блестящая возможность команде из Уфы забить снова. И забить-то вроде бы получается уже радуются и трибуны, и нападающий Егор Сучков. Но все-таки эту шайбу после видеопросмотра отменили. Здесь важно сказать, был тренерский запрос Металлургана предмет помехи вратарю. И действительно ее усмотрели, так что в результате гол не засчитали и счет не изменился. Но хозяева-то при этом продолжили играть в большинстве, и некоторые шансы там все-таки возникали. Пожалуй, очень жаркой была концовка. Нейтан Тодд вполне мог забивать. Но, несмотря на все усилия, к перерыву цифры были прежние. 2-2. И этот период по счету за Металлурган. Третий отрезок матча между Уфимцами и Магнитогорцами получился, пожалуй, не самым зрелищным. Но, тем не менее, даже там некоторые явные голевые шансы возникали. Во-первых, вот эта ситуация, в которой Денис Зернов убегал к воротам, не успел Василевский, но Александр Самонов здесь был хорош. И еще один очень похожий эпизод, когда Вовченко мог забивать, однако взятия ворот все же не было. А гляньте, что происходит дальше. Хмелевский с чистого льда, по сути, бросает, да выкатывается под него соперник. Но, тем не менее, здесь был реальный голевый шанс, и Хмелевский отчасти простил Магнитогорский Металлург. В итоге бросков было не так уж и много, и команды, вполне ожидаемо, уехали в овертайм. А вот там все закончилось очень быстро. Уже на второй минуте забивает лучший снайпер прошлого плей-офф Денис Зернов. Вместе с Канцеровым, по сути, эти парни убежали вдвоем против вратаря, и Самонов ничего сделать не мог. Канцеров поучаствовал вообще в каждом голе своей команды в этой встрече, ну а Зернов обеспечил Металлургу уже седьмой подряд успех в Уфе. На сей раз со счетом 3-2. В Екатеринбурге встречались местный автомобилист и нефтехимик из Нижнекамска. Кстати, в этом сезоне команды играли уже трижды, и все матчи остались за автомобилистом в основное время. Но в этом матче нижнекамцы решили с самого начала показать какую-то сумасшедшую реализацию моментов, и после классной передачи Жанна Себастьяна Ди забивает Григорий Селезнев. Здесь это было сделать несложно, и в его случае это уже четвертый гол в текущем регулярном чемпионате. В этом матче было и большинство у хозяев, причем одно единственное за весь первый период, они тем шансом воспользоваться не смогли. А вот нижнекамцы в начале второго отрезка матча забили снова, и это опять делает Григорий Селезнев. Так что вслед за четвертым голом в чемпионате он отгрузил и пятый. Заметьте, на тот момент у гостей было всего-навсего пять бросков створ. Однако этого команде Олега Грионтьева оказывается достаточно, чтобы вести по счету 2-0 с таким мощным соперником. Но, учитывая, что хватает мастеров у хозяев площадки, они все-таки смогли забить, и сделали это, кстати, именно при игре. В большинстве отличается нападающий Брукс Мейсик. В отличие от Селезнева, он забивал почаще, и у него это уже гол под номером 10 в регулярном чемпионате. Классная комбинация. Прежде всего мы говорим про действия Семена Кизимова. Он отыграл соперника, он сделал пас и затем забил партнер по звену. Уже после гола Мейсика был, к слову, еще и отмененный гол нефтехимика. Его автором стал Точилкин, но не засчитали после видеопросмотра тренерский запрос, и там увидели блокировку вратаря. Концовка, естественно, была жаркой, хозяева как могли, наседали на ворота Долганова, но он не пропустил, отразив аж 47 бросков в этом матче, точку в котором поставил Евгений Митякин. Он поразил пустые ворота, и нижнекамцам для того, чтобы победить, хватило всего-навсего 19 бросков с Творд. 3-1, нефтехимик набирает очки в четвертом матче подряд. Перемещаемся в Москву, где встречались Спартак и Адмирал. Кстати, в этом сезоне команду уже играли во Владивостоке, и совсем недавно Адмирал был сильнее 4-3 в овертайме, уступая по ходу матча со счетом 0-3. Но это все-таки игра в мегаспорте, и история совершенно иная. Иван Морозов забивает спустя почти 4 минуты после первого выбрасывания. Кстати, на днях он оформил хитрик в матче с Северсталью, и вот теперь забивает ворота Адмирала 1-0. Хозяева повели, и именно с таким счетом команды ушли на первый перерыв, хотя Либор Шулак совершил вот такой классный проход, и мог, действительно мог сделать счет равным 1-1, но направил шайбы чуть выше ворот красно-белых. И более того, еще и Беляев попал в штангу, это, пожалуй, самые явные моменты первого периода, которые не были реализованы. Шикарный проход Усманова, передача на Беляева, но затем шайба летит в каркас ворот. А вот во втором периоде, да и в третьем забегая вперед, событий было уже очень много, и это гол Павла Порядина. Естественно, кто, если не он, лучший снайпер Спартака и один из лучших в лиге? Это шайба номер 13. Иван Мороза делал классную передачу, проникающую вроде бы в борьбу, но Порядин, это игрок очень быстрый, и он очень уверенно оторвался от своих оппонентов 2-0 красно-белые. Повели. А между вторым голом и третьим у них перерыв был небольшим, следом Герман Рубцов увеличивает преимущество команды Алексея Жамнова. Заметьте, как провалился Адмирал при игре в обороне, там еще и игрок не вовремя сменился, в результате Рубцов убегал один на один, и своим шансом воспользовался сполна. Однако гости одну шайбу все-таки отыграли, у них было одно большинство за первые 40 минут матча, и отличился, пожалуй, лучший нападающий гостей, это Даниил Гутик. Очень своевременный бросок, там еще и обзор Николаева тоже закрывали, так что он сделал счет уже 3-1 в этой встрече. А затем Спартак забивает в ответ, ближе к концу второго периода, это делает Андрей Локтионов, шикарное подключение защитника хозяев Даниила Орлова, бросок попадает в Чмыхова, но затем Мальцев своевременный пас оформляет, и в результате Локтионов поражал уже, по сути, пустые ворота. Но Спартак на этом не остановился, Герман Рубцов и его второй дубль в континентальной хоккейной лиге теперь при участии Александра Пашина и Егора Савикова. Это, кстати, игра в большинстве, так что впервые красно-белые в этом матче забили, играя 5 на 4. Но на этом они тоже решили не останавливаться, и еще одну шайбу в большинстве отгрузили. Потребовалось буквально несколько секунд после нарушения численного состава гостями, отличается теперь Михаил Мальцев, а у Пашина три голевые передачи. 6-1, Спартак одерживает седьмую победу в восьми последних матчах. После 12 поражений подряд Хабаровский Амур пытался победить в Санкт-Петербурге, но эта задача, конечно, максимально непростая, тем более, когда ты пропускаешь уже спустя три с небольшим минуты после первого же. Вбрасывание это гол Владимира Алистрова, который впервые за долгое время отличается, и шайба, без сомнений, очень важная, 1-0 СКА повел. Да и второго, кстати, гола долго ждать не пришлось, потому что затем забил Сергей Плотников при участии Кузнецова и Зыкова. Это произошло примерно через две минуты после шайбы Алистрова, и еще раз она влетела в те же самые ворота. Шикарный пас на партнера, и отличается Плотников, даже несмотря на то, что возле него располагался один из соперников. Вот здесь был для хозяев неприятный момент, Илья Таволуев ждал своего первого голого Мурин, но пока забить никак не получается. После этого Хабаровская команда играла в большинстве, и забить удалось. Это сделал защитник гостей Яков Рылов, Мищенко и Гиздатурин выступили в роли соавторов. Кстати, после удаления прошло около двух минут, то есть довольно много времени, но тем не менее гости успели своим шансом воспользоваться. Однако так же быстро они и пропустили. Примерно через две с небольшим минуты отличается и Ван Зинченко. Выграно вбрасывание, затем бросает Демидов, и попадает как раз в Зинченко. Это 3-1. А следом гляньте, что произошло. Зыков оставляет шайбу, и какой гол оформляет Евгений Кузнецов. Это вроде бы с одной стороны лакросс, но лакросс максимально нетипичный. Положил шайбу на крюк здесь Евгений, и отправил ее в чужие ворота. Зыков и Хайрулин — это соавторы, настоящие шедевры в исполнении 92-го. Номер СКА, который можно пересматривать с самых разных ракурсов, и везде это действительно высочайший уровень мастерства, хладнокровие, и это просто Евгений Кузнецов. Словом, 4-1, и СКА в результате заставил гостей поменять вратаря, появился Дмитрий Лазебников. После этого Амур еще раз играет в большинстве, и вы посмотрите, еще раз забивает тот самый Яков Рылов. Между прочим, он стал автором самого возрастного дубля среди защитников континентальной хоккейной лиги. За всю историю, кстати, да, 39 лет, 308 дней. Запоминайте это имя, если вдруг, как ни странно, вы его еще не знали. Евгений Кузнецов оформляет дубль спустя несколько секунд после шайбы Якова Рылова, и теперь уже 5-2. Очень красиво обыграл защитника, пошел дальше, Хайрулин по шайбе не попал, а вот Кузнецов добавил ее практически в пустые. Ворота – это событие второго периода. Затем были голы и в третьем. Во-первых, шайба Михаила Григоренко, тоже потрясающая хладнокровие. Очень уверенно с неудобной руки отправил шайбу у ворота, вот здесь принял ее, обыграл вратаря и верхом послал над левым щитком. Но точку в матче все-таки поставили Хабаровчане, потому что за 3.30 до окончания третьего периода забил Гиздатуллин после весьма красивой передачи Александра Гольченюка. Но тем не менее, это не спасло гостей от 13-го поражения подряд. Ну а СКА продолжает погоня за Спартаком в турнирной таблице западной конференции. Если вы тоже хотите обсуждать только гол Евгения Кузнецова-Амуру, то добро пожаловать в нашу банду. Пока не в тихий микроссе и волнив о непобедимости автомобилиста, а Металлург продолжал свои традиции в Уфе, дядя Женя творил историю. Вроде как было кросс, но в таком прочтении, что у всех дружно отвалились брови. Приходим в себя и собираем их уже завтра. Три матча, три новых сюжета, один скользкий лет на кинопоиске. Ждете красоту? Значит, мы рядом. Субтитры создавал DimaTorzok